И сегодня же Виктор Толоконский провел координационный совет по реализации инвестиционных проектов Республики Бурятия и Забайкальском крае. О том, какие точки развития нашего региона обсуждали участники совещания и какие проблемы теперь попытаются решить на федеральном уровне, в материале Натальи Карелиной. Заседание координационного совета Виктор Толоконский начал с просьбы быть выступающим более конкретными в своих предложениях. И первая просьба от правительства края рассмотреть на федеральном уровне вопрос о возможности снижения тарифов за электроэнергию для ГОКов и уменьшения платы за их технологическое присоединение к электросетям. Ведь зачастую строительство инфраструктуры выходит намного дороже, чем возведение самих промышленных объектов. Поэтому сейчас инвесторы эти вопросы решают, кто во что гораст. К примеру, Байкальская горная компания, которая занимается освоением удаканского месторождения меди, стала инициатором инвестиционного проекта по комплексному развитию северного Забайкаля. Ведь на севере сегодня 18 крупнейших месторождений. В нелегком деле подведение к ним электричества и дорог объединили усилия сразу несколько предприятий. Инициативу такого бизнес-партнерства поддержали и глава регионального правительства, и полупредпрезидента. Причем назвали проект подходящим, как никакой другой, для частного государственного партнерства. Я прошу здесь такие действительно максимально специальные акценты на этот проект, чтобы нам его вести практически в таком каждодневном режиме. Очень точный план графики, точный по времени, эффективное взаимодействие с Байкальской горнородной, горной компанией. Ну и правительство края тоже прошу максимально держать под контролем. Говорили на совещании еще об одной точке, опережающей развитие края. В мае этого года на базе Забайкальского ГОКа в поселке Первомайск запустили производство сурьминого концентрата. Пока на чужом сырье. Но в планах нового владельца предприятие освоить близлежащие месторождения на территории края. Кроме Забайкалья, этим материалом, сурьмой, заниматься негде. Первое. Второе. В Забайкале сурьма лучше, чем у наших соседей в Китае. В ней нет дополнительных примесей. И, соответственно, себестоимость переработки ниже. И нет бы заниматься сегодня нефтехимашу, геоогоразведкой, месторождений или решением непосредственно вопросов производства. Новому владельцу ЗабГОКа приходится большую часть времени тратить на судебные тяжбы. Сказывается, прошлое предприятие, судьбу которого, не выкупи его нефтехимаш, сейчас решал бы внешний управляющий в условиях банкротства. Это смелый человек. Он вошел в это предприятие. И вот бесконечные суды, более того, вы уж не обижайтесь, прокуратура еще и добавляет заработную плату, ты не платишь, там задержка месяц-два, а заработная плата идет зачастую из тех времен и так далее. Вот создать бы вокруг него сейчас, ну, заморозить все эти вот проблемные вопросы, помочь быстрее разрулить, и у нас появится действительно первая российская, современная, современная провинция. На просьбу главы региона Виктор Толоконский ответил поручением составить специальный документ, план первоочередных мер по оздоровлению ситуации, и заверил, что проблема разрешима. Говорить так позволяет опыт других регионов. Наталья Карельна, Фуат Насерли, Вести, Чита.